Приветствую вас, мои замечательные зрители! Сегодня у нас распаковка классных вещей, с которыми я хочу составить образы, которые я подсмотрела на сайте Pinterest. Итак, начнем распаковку. Очень красивая и вкусного цвета блуза. Ее цвет напоминает мне цвет черники. Даже на рукавах есть вышивка, которая похожа на ягодку. Основа блузы вязаная, вязка средней плотности слегка просвечивает. Думаю, белье в телесном цвете решит эту проблему. Ткань очень приятная, мягкая, напоминает вискозом, но я в этом не уверена. Надеюсь, есть бирка с составом. Отлично, бирка с составом есть. В составе ткани 95% полиэстр и 5% спандекс. Я приятно удивлена. Ткань на ощупь лучше, чем состав. К пошиву претензий нет. Пошив качественный. Строчка ровная. Ткань эластичная, хорошо тянется. Мне эта блуза попалась на глаза на сайте Pinterest и очень понравилась. Так что я быстренько заказала ее на Алиэкспресс и вуаля. Две недели и это прелесть в моих руках. Супер, просто восторг. Блуза красивая и универсальная. Ее можно надеть и в пир, и в мир. Оригинальности и праздничности ей добавляют рукава. Крой у них в виде фонариком. Рукав заканчивается манжетом резинкой. Вот просто первая вещь в распаковке. И я от нее в восторге. Вы посмотрите, какой красивый рукав. Ткань рукава отличается от основной ткани. Рукав выполнен из прозрачной ткани, которая на ощупь напоминает натуральный шелк. Да, я знаю, что в составе нет ни шелка, ни вискозы. Но ткань такая приятная, что не могу передать словами, как она мне нравится. Вещи заказала в размере S, ориентируясь на размерную сетку продавца. Она оказалась верна, так что смело можно по ней ориентироваться. И да, кстати, забыла сказать, из-за того, что ткань хорошо тянется, у блузы нет застежки. Блуза надевается, как гольф. Итак, первый образ из сайта Пинтересса. Вдохновилась я образом вот этой модели. На мне Total Look с Алиэкспресс. Актуальные ссылки на вещи будут внизу в описании. Что могу сказать по поводу этой блузки? Она великолепно смотрится. В ней очень комфортно. Единственный у нее недостаток – это длина рукавов. На длину моих рук они коротковаты. Этим образом я также вдохновилась на сайте Пинтересс. Фото модели вот тут. Я смотрю, что блуза подойдет и в пир, и в мир. Мне очень нравится эта вещь, так что к покупке я ее рекомендую. У нас так быстро потеплело, что вряд ли я эту вещь успею выгулять. Весны у нас, можно сказать, не было. Скажем так, зима сразу перешла в летом. А распаковать я хочу кожаные леггинсы. Вернее, у них материал не кожа, а полиуретан. И тот какой-то странный. Ткань похожа на резину. Верхняя часть леггинсов и боковая часть украшены велюровой вставкой. Нет, все же очень странный материал у леггинсов. Такое впечатление, что в руках держу воздушный шарик на бархатистой основе. Бречина очень узкая. Надеюсь, я в леггинсы влезу, и мне будет в них комфортно. С изнаночной стороны есть и велюровая прослойка, в том же качестве, что и вставка на животе. К сожалению, вставка в районе живота и бедер не имеет утягивающего эффекта. Наоборот, судя по крою, она подчеркнет наличие животика. Зачем делать вставку, которая не утягивает, а подчеркивает животик, не понимаю. Вещь пошита качественно, и она совсем не пахнет. К сожалению, размер не соответствует размерной сетке, которую указал продавец. Я ношу размер М. Леггинсы заказала в размере Л, и я не уверена, что они на меня налезут. Даже несмотря на то, что они хорошо тянутся. Зато коту леггинсы понравились, и он решил, что я купила их ему. Если у меня получится в них влезть, то покажу образ, который мне захотелось косплеить с сайта Пинтерес. В этом образе мне понравилось, как модель соединила два разных стиля, спортивный и классический. Достаточно было заменить спортивную обувь на классическую, и образ, которым мы обычно ходим в спортзал, можно будет применить и для похода в кафе. Что касается леггинсов, качество у них хорошее, но они очень сильно маломерят. Размер Л на меня мал, длина на мой рост чуть выше щиколотки, штанина очень узкая и сильно передавливает голень. Бархатистая вставка на животике подчеркивает его наличие. В целом, вещь мне нравится, но нужно брать ее на пару размеров больше, чем вы носите. Сейчас хочу распаковать новый тренд. Я обратила внимание, что модницы в последнее время с вещей в стиле оверсайз перешли на вещи, которые подчеркивают фигуру. Многие модницы стали выкладывать свои фотографии в таких соцсетях, как Инстаграм и Пинтерес, одетые в комбинезоны для йоги. При этом они используют эту одежду не для занятия спортом, а для повседневной носки. Посмотрим, насколько удобный и носибельный этот тренд. Что могу сказать о качестве комбинезона? Она хорошая, ткань приятная, синтетическая, непрозрачная, изнаночная сторона бархатистая, материал хорошо тянется. Не думаю, что в комбинезоне будет удобно ходить целый день. Я молчу о том, что ходить в этом комбинезоне по улицам надо обладать идеальной фигурой, хотя эту проблему можно решить, надев поверх комбинезона объемное длинное худи. А вот как решить проблему с походом в туалет в этой вещи, я даже не знаю. Так что оставлю эту вещь все-таки для занятия спортом. Еще один спортивный образ с сайта Пинтерест. Но в отличие от предыдущего образа, делегинсы на меня были очень малым, комбинезон для йоги на меня очень велик. Заказала я его в размере S. Но скорее всего он подойдет девочкам, которые носят размер L. Что касается качества, ткань тактильно приятная, эластичная, хорошо тянется, но к сожалению к ней цепляется любой ворс. Вещь очень бюджетная, так что если вам хочется поиграться с таким стилем, вы можете ее приобрести и посмотреть, зайдет ли она в ваш повседневный гардероб. А теперь от вещей, которые подчеркивают фигуру, перейдем к распаковке вещей объемных и для меня более удобных и привычных носки. Я очень долго ждала эту вещь и надеюсь она меня не разочарует. На фото продавца она выглядела потрясающим. Это у меня мужская трикотажная футболка. Не уверена, что мужчины такое носят, но меня эта вещь покорила и фактурой ткани и цветом. Ткань мегусенькая, бархатистая. Качество ткани и пошив люксовый. Просто не верится, что на Алиэкспресс можно получить вещь в таком великолепном качестве. Что у нас в составе ткани? Хороший состав. 50% полиэстр и 50% вискоза. Мне очень нравится цвет. Благодаря переплетению двух контрастных нитей, черной и песочной, цвет вещи выглядит каким-то объемным, даже не зная, как словами передать красоту этого цвета. Если ссылка на футболку не сгорела, то я обязательно ею с вами поделюсь. Эти брюки были вкусно представлены на сайте продавца, и я не удержалась и заказала их. Хотя брюки из такой ткани моей фигуре не очень подходят, но красивая реклама делает свою работу. Продавец положил бирку с названием своего магазина и в подарок резинку для волос. Отзывов на вещь не было, и я перестраховалась, заказала брюки в размере М, хотя продавец рекомендовал заказывать вещь в размере С. Несмотря на то, что в составе ткани 100% полиэстр, ткань очень приятная, шелковистая, средней плотности не просвечивает. Хоть ткань нехорошая, все-таки лучше под эти брюки надевать бесшовное белье. Брюки очень длинные, штанина широкая. Надо было послушать продавца и заказать размер С. Размер М на меня, скорее всего, будет большой. Посмотрю, как они на меня сядут в примерке. И если ссылка не сгорела, то перезакажу их в меньшем размере, потому что они мне очень понравились. Не часто с Алиэкспресс получаешь вещи в таком хорошем качестве. Если судить по фотографиям в соцсетях, вязаные вещи сейчас в моде. На сайте Pinterest мне очень понравился трикотажный костюм с свитером и брюками. Но в свитере на юге ходить жарко, так что свитер я заменила футболкой. Еще один образ сайта Pinterest, и он мне понравился больше всего. Но мне актуальны в этом сезоне широкие вязаные брюки в спортивном стиле с низкой посадкой. У них занижен шиповой шов. Этот дизайн не всем по душе. Свитер я заменила мужской вязаной футболкой. Вещи я заказала в размере M. Сели они на мне неплохо, но брюки оказались очень длинными. Мои замечательные зрители, надеюсь, образы, которыми я вдохновилась на сайте Pinterest, вдохновили и вас для создания новых интересных образов для весенне-летнего сезона. А я надеюсь встретиться с вами в следующих видео.